Обустройство любого места обмитания, будь то жилище, будь то столярная мастерская, начинается с места хранения. К нему можно относиться по-разному. Можно обустраивать фундаментально, с учетом всех тонкостей, всех особенностей размещения, того, что в нем будет размещаться. Можно сделать временное решение. И у того и другого варианта есть свои плюсы и минусы. Я покажу вариант изготовления временного стеллажа, как я и анонсировал в прошлом своем видео. Быстро, просто и наглядно. Здравствуйте, меня зовут Юрий, я рад вас всех приветствовать. Первым незнаменимым инструментом в изготовлении стеллажа будет карандаш, столярный карандаш, заточенный способом номер один из тех четырех, которые я показывал в одном из своих видео. Да-да, четыре способа. Если не знакомы с этим четырьмя способами, приглашаю посмотреть, вот здесь будет ссылочка на это видео. Так, начинаем разметку. Ну и, конечно, никакой строительству не обходится без проекта, без чертежа. В данном случае у меня, как обычно, после трехмерной модели чертеж отправляется на смартфон и сопровождает меня на смартфоне. Как это сделать из скетчапа я показывал в своих видео. Очень удобно. Материалом для изготовления в данном случае служит старая половая доска, разрезанная на бруски. Из нее сделать временный стеллаж самое милое дело. Здесь я воспользуюсь инструментом моего отца. метр, складной метр, который по возрасту ненамного младше меня. Я думаю, что таким образом мой отец поучаствует в изготовлении стеллажа для моей новой мастерской. Материалом для изготовлении стеллажа для моей новой мастерской. Материалом для изготовлении стеллажа для моей новой мастерской. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот каркас почти собран Осталось достроить поперечины И разложить полки После этого придвинуть куб в угол Поставить необходимые распорки Поскольку пол немножко кривой Ну и возможно закрепить к стене Добавил субтитры DimaTorzok Стеллаж по размерам стал на место Если бы стеллаж стоял отдельно обособлено То его конструкции нет совершенно Потому что в таком направлении У него недостаточно жесткости То есть в этом случае нужно ставить Либо распорки сзади Либо ставить заднюю стенку Потому что иначе вся жесткость Держится исключительно на этих саморезах Но примитивно к данной нише Я не стал этого делать просто из экономии материала Потому что достаточно сделать распорки В стену здесь и в стену здесь И никуда он не денется Дело стало за малым Поставить полки Полки уже были нарезаны по размеру Соответственно из трехмерной модели И попробовать что-нибудь загрузить Субтитры сделал DimaTorzok Вот полки разложены Осталось только их закрепить Чтобы они не двигались Здесь наконец применим средство Малой механизации Чтобы не вертеть саморезы вручную То есть как-то вот так Прекрасно Ну вот так Итак Первая мебель в новой сирской готова Осталось разложить инструмент На этом нужно делать отдохнувший Желательно с утра Тогда будет Больше порядок Ну и надо немножко закрепить Прикрепить к стене Чтобы не качался Но это же будет в следующий раз На этом производство первой мебели Я заканчиваю Впереди как я обещал Система стружка удаления Будет сборочный стол Так что до новых встреч Пока Да может быть кто-то спросит Почему не доделал до конца Зачем здесь вот эти выступы Первоначально по проекту Предполагалось Что здесь будет стоять Еще одна стенка И на нее Что-то такое будет Крепиться В процессе сборки Появилась еще одна идея Я ее обдумаю И возможно Конструкцию уже немножко поменяю Так что пока Вот так